Девушки отдыхают Правильную мысль в голову населения Смотрите сегодня в программе Невероятные приключения боевых новоросов К концу мира наречется он Царьград, Святоград, Луганский Почему Пашутка Губарев Так и не станет Фиби Хочу спросить, кто тут террорист? Кто террорист? Дранный кот Дранный кот Мир к тебе жесток И как царь батюшка всеяслая награда Селфи-палку освоил Больше всего я предпочитаю ходить в лес Шум деревьев, пение птиц Это самая лучшая музыка, которая существует Заморозим хохлов Первая неделя отопительного сезона на Украине Показало, что более трети домов, школ и больниц До сих пор остаются без тепла Традиционные кремлевские газоотключалки На новый лад Отопительный сезон на Украине, как ожидается, будет не из простых Открывай, Меркель Алмаз Антей пришел Алмаз Антей потребует от Евросоюза Компенсацию затрат на эксперимент по сбитому Боингу Можно ли совместить Вы все врете и буржуйские еврики из Берлина Конечно же, все это делается в рамках расследования авиакатастрофы Малазийского Боинга 777 Прошлым летом на юго-востоке Украины И фронт вранья Всего за прошедшую неделю Украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня Свежие фейки российских каналов с передовой В Донбассе сегодня ополченцы Самопровозглашенной Луганской республики Завершили первый этап отвода вооружения Калибра менее 100 мм Это антизомби, территория без пропаганды Ой, ай, жжется! Повизгивал в усы главный Кутузов Всея ДНР Но недуховную пиндосовскую селфи-палку Так и не отпускал Больше всего я предпочитаю ходить в лес Поэтому шум деревьев, пение птиц Это самая лучшая музыка, которая существует Не отпускала, правда, не селфи-палка А некая гуманитарка с лучших полей Афганистана И команданта Захарченко Ему сказать, как раньше говорил У нас не было и сейчас нет букв Поэтому мы не могли сбить этот самолет Судя по последним телодвижениям этого видного новороса Санек, как и всякая обиженная любовница Сильно страдает от ухода любимого к Сирии Три, три, три вопроса, пожалуйста Одна вопроса о процессе полиции Так пацаны, пацаны, все, не трогайте Никого И будучи не самой продвинутой женой в кремлевском гареме Немедленно, минуты тут же принялся привлекать внимание хозяина Сочными прогибами Захарченко ввел санкции против Порошенко и Коломойского Президент Порошенко, видимо, всплакнул крокодильями слезами От таких санкций о квартире на Путиловке и даче в Моспино Можно смело забыть К сожалению, украинский народ обманули Очередной раз мы же на своей территории сделаем так, чтобы Алиархия больше никогда не вернулась Да и хотел было в банк ДНР депозитик положить Эх, да видимо придется в каком-нибудь киевском банке мучиться С начала боевых действий наша Алиархия Единственным путем исчезла Когда исчезли банки, началась стрельба Сейчас они пытаются вернуться Чтобы этого не произошло, был виден этот указ Мучился на этой неделе и главный пионер в числе олигархов Времен Януковича Сергея Курченко Курченко, он из Донбасса Все вместе В Донецке близкого к регионалам бизнесмена Объявили фашистам, биндеровцам, ну и дальше по списку Донбасс, самый-самый такой район И с нами так обращаться Наверное, это не позволено никому О списанном угле, философии после коктейля И свежих кознях в кремлевском гареме Прямо сейчас в Антизомби Здравствуйте, сегодня 18 октября, воскресенье С вами аналитическая программа «Главное» Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно Знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий Итак, главное за эту неделю Так, стрижак, это которая Вика? Мика, да хоть Лида, про Новороссию толком ничего Запомнили? Обиделись? Переключай канал Ну и конечно Украина Осеннее обострение премьеры Юценюка Свобода выбора простых украинцев И неожиданный поворот в деле о снайперах на Майдане Дождитесь, нам есть что рассказать Пока по версии российских каналов Укропия трещала по швам А в Асашаевсе завидовали изобретению Вот такого суперчехла на их буржуйский айфон Еще тепленький писатель Павлуша И всегда горячий от одеколона Новоросс Пургин С негодованием смотрели российские новости Хочу спросить, кто тут террорист? Кто террорист? Вот Аня Прохорова И фамилия русская И осанка такая, как будто духовную швабру сзади привязали Все данные, кажется, есть Но и она забыла гордых новоросов Кроме того, покажем, что продемонстрировали властям Украины Националисты Украины Хотя бы один сюжет про Новороссию Ну хоть про птицефабрику в Моспино Или про тонкости зимней ловли бычка на пляжах Седова Президент Обама в своем репертуаре Всю неделю он дает нам советы, как жить дальше И как, а точнее, кого надо бомбить в Сирии Да масс, масс, плевался Пургин А Захарченко, так тот вообще до сих пор думает, что латакия – это йогурт Я ничего не думаю, я не эксперт Так пацаны, пацаны, все, не трогайте Но посовещавшись, решили новороссы и при таком весьма тревожном раскладе не сдаваться А то того, гляди, вообще взаше из кремлевского гарема выгонят И что потом? Опять гвоздями да ножками куриными торговать? Знаете, это, скорее всего, было фейковое заявление Хорошо, спасибо, пожалуйста Вдохновение поймали от вот этой хранительницы скреп из Луганска О Граде же всем скажу, что к концу мира наречется он Царьград-Святоград-Луганский Определено ему быть городом славы моей, небесным Царьградом Девушка и раньше была мастерица и специализировалась на поднятии вдохновения у мужской половины в ночных клубах Теперь весь свой третий потенциал стриптизерша направила на поддержание шаткого русского мира в трудную минуту И многие люди будут промыслом моим съезжаться сюда, со всех уголков земли, сами не зная зачем В идеале все должно было получиться где-то вот Издаваем всех в идеале, поддержка всенародная, слой за Путина! Вот и взгрустнувший была Санька Захарченко, пересмотрев видео, сразу подумал, что надо бы с укропами пожестче И тут же решил царским указом санкции вводить В ДНР против Порошенко и олигархов Коломойского, Ложкина и Курченко введены санкции Соответствующий указ издал глава ДНР Александр Захарченко Не бывать новому привату в Хадженково! Сокрушался Коломойский Причина – деятельность ряда физических и связанных с ними юридических лиц Направленная на организацию и финансирование агрессивных военных действий в отношении Донецкой Народной Республики А Порошенко не только потерял несуществующую дачу в Моспино, но и точно останется без вот этого клуба, открывшегося на радость в тусовочной части Новороса Открытие единственного в Горловке ночного клуба ждали целый год, заведение перестало работать после очередного обстрела прошлым летом В честь такого события на НТВ даже нашлась свободная от котлов в Сирии съемочная группа Да и члены непарламентского объединения «Скрепы наше все» были двумя руками за репортажец из Горловки Вопреки обыкновению, ночной клуб в Горловке работает не до самого утра, боевые действия все-таки вносят свои коррективы И сегодня заведение закрывается ровно в 11 вечера из-за комендантского часа А красными труселями, которые длинными новоросскими ночами должны манить в клуб всех местных поклонников русского мира Владельцы клуба решили сделать хвост сбитого в прошлом году украинского самолета Герб незалежный на трофеи сотрудники заведения специально заклеивают Ну а че? Очень даже духовно накрасила губки помадой из сумочки погибшей пассажирки Боинга И вперед в клуб у другого подбитого самолетика танцевать Когда они трофеями в себя в барах и в ночных клубах ставят сбитые летаки То ничего доброго уже с этими людьми ты не сбудуешь, ничего не сделаешь Тобто сведомость у них уже уражена гірше, чем пропаганда чипы чим-чим А пока Александр Первый Донецкого разлива занимался внешней политикой Его коллега по бутербродам с майонезом Игорь Плотницкий То ли проводил карательную операцию отбившимися от рук чиновникам, то ли сам стал ее жертвой Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий временно отстранил от занимаемых должностей Министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника И ранее задержанного министра топлива и энергетики угольной промышленности Дмитрия Алямина Оказалось, коррупция так пронизала молодую инородную республику, что сразу несколько видных министров руками местной МГБ Одним прекрасным вечером неожиданно переехали руководить на подвал Его обвинили в том, что за полгода он незаконно продал на Украину более 3 миллионов тонн угля Или 88% от всего добытого Сам Плотницкий сурово нахмурил брови, мол, это что еще за самодеятельность? Царь-батюшка таких указов не давал Ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что не давал разрешения Министерству госбезопасности и правоохранительным органам республики на задержание министра топлива и энергетики Дмитрия Алямина Но вот же незадача! На сторону местных обезьян с гранатой против таких же местных обезьян в костюмах выступили мэры целых городов Революция в ЛНР Мэр Брянки поддержал путчистов Мэр Красного Луча поддержал переворот в ЛНР Мы за то, чтобы было проведено тщательное расследование И если будет доказана вина, то виновные должны понести ответственность по законам нашего сегодняшнего времени А это уже не иначе, как настоящий бунт на корабле И не особо удивляйтесь, если вдруг гордая Стахановская народная республика решит отсоединиться от Луганской хунты Но у донецких новоросов все-таки на одну зраду оказалось больше Да что там зраду? Целый заговор! Давайте вместе выскажем нашу волю и скажем, что олигархам здесь не место Курченко, он из Донбасса Оказалось, копает под молодую республику не только Обама, но и бывший верный товарищ всех регионалов олигарх Курченко 7 миллиардов гривен это то, что украл Сергей Курченко с 2012 по 2013 год, продавая газ населению Очевидно, получив два вагона печенек из посольства США, он, похоже, взялся заморозить новый оплот русского мира По словам митингующих, фирмы Сергея Курченко срывают поставки в молодую республику углеводородов Перед этим была бензиновая блокада, с наступлением холодов дошла очередь и до голубого топлива А вот что весь год делало Министерство энергетики ДНР, вопрос из легких, но точно уж не из бронхов Там, видимо, очень ждали, ну когда же без российского газа замерзнут ненавистные укропы? Да просто даже, знаете как, по-свински насолить И правильно сказал мужчина, что его место людям вот с таким характером, с таким поведением в курятнике или рядом с Порошенко Но холодные батареи сделали свое и в раз превратился Курченко в злостного бендеровца Граждане с нетерпением ждут результата в расследовании уголовного дела, которое в соответствии с указанием главы ДНР Александра Захарченко возбуждено в отношении структур этого украинского олигарха И говорят, где-то далеко, при этом вздрогнули вечно легитимные Янукович, Азаров, Пшонка и другие попередники Ну а что, сегодня бендеровец Курченко молодые республики заморозил, а потом, глядишь, и бендеровец Азиров пенсии перестанет платить Хотя и в этом тоже есть прогресс, ведь раньше даже в невкусном беляше с Калининского рынка были виноваты исключительно госдеп и фашистский Киев Смотрите далее в программе Заморозим хохлов Первая неделя отопительного сезона на Украине показала, что более трети домов, школ и больниц до сих пор остаются без тепла Традиционные кремлевские газоотключалки на новый лад Отопительный сезон на Украине, как ожидается, будет не из простых Открывай, Меркель, Алмаз Антей пришел Алмаз Антей потребует от Евросоюза компенсацию затрат на эксперимент по сбитому Боингу Можно ли совместить «Вы все врете» и буржуйские еврики из Берлина? Конечно же, все это делается в рамках расследования авиакатастрофы малазийского Боинга 777 Прошлым летом на юго-востоке Украины И фронт вранья Всего за прошедшую неделю украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня Свежие фейки российских каналов с передовой В Донбассе сегодня ополченцы самопровозглашенной Луганской республики Завершили первый этап отвода вооружения калибра менее 100 мм Это антизомби, территория без пропаганды Здравствуйте, в эфире программа «Энергетика» Я Вера Красова и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в отрасли Слава Газпрому, Миллеру слава Здравствуйте всем патриотам России В эфире программа «Морозим вместе» Под Алеппо боевики ИГИЛ топят дровами и мусором В подземных хранилищах Ракки только боеприпасы, а газа нет вообще Умеренная оппозиция имени Обамы унижена клянчат у «Газпрома» скидку И самое главное, цены на коммуналку Латакии в 10 раз ниже, чем у ИГИЛ Новый отопительный сезон обещает быть не из простых Запасов угля, газа и других энергоносителей недостаточен Примерно такими могли бы быть российские новости Если бы всем врагам России в Сирии можно было бы отключить газ Но Москва не хочет усугублять и без того сложную ситуацию в экономике у соседей Но морозить в местных пустынях можно разве что языком, да по телевизору Вот от безысходности и приходится кремлевской пропаганде Врубать на всю Ивановскую старые заезженные пластинки Жители Украины активно запасаются на зиму дровами На улучшение энергетической ситуации там даже не надеются Любимый телемарафон Кремля «Когда замерзнут хохлы-2015» В этом году стартовал раньше обычного Платить дальше Украина не готова Запасов газа в стране хватит максимум на неделю И что будет делать Киев дальше не знает никто Еще весной россиянам четко давали понять В Украине газа нет и не будет А ненавистные укропы пусть вон печеньками американскими топят Ну или мусором тоже вариант Москва учла тяжелое экономическое положение соседей Но даже с учетом скидки оплаченного объема топлива Киеву хватит лишь на две недели Под такое дело даже товарищ Миллер в синоптика превратился Миллер предрек Украине аномальные холода Случающиеся раз в 10 лет А откопанный где-то в кремлевской кладовке попередник Привычно пообещал бимбу На этот раз холодную Украина сама не способна Решать свои внутренние проблемы О неблагодарных хохлах Которые второй год Ну все никак не замерзнут Прямо сейчас в антизомби Машка, Маш, ну что там по телеку-то, а? Жду не дождусь, когда в Киев аморальная зима придет Может аномальная? Да один шиш, главное, чтоб стали хохлы, как твои, Машка, пельмени В смысле сплошное холодное тесто В Киеве в целях экономии перенесли начало отопительного сезона Хотя температура воздуха ночью опускается до минус 3 градусов Днем на улице не выше плюс 5 Научно-исследовательский центр «Мимимишка» имени Мизулина и Милонова еще в прошлом году доказал Отопительный сезон в соседней Украине в 100 раз интереснее российского Жители Украины тем временем готовятся к зиме Новый отопительный сезон обещает быть не из простых Вот и на этой неделе сразу на всех федеральных каналах С плохо скрываемым трепетом измеряли температуру в садиках и школах Киева Отопительный сезон на Украине стартовал больше недели назад При этом к отоплению не подключены как минимум треть домов, школ и больниц Оленеводы Якутии вместе со всей Россией мамой рты рвали от улыбки Будете знать укропы, как собамка и якшатца Чтобы не замерзнуть всей страной, нужно где-то найти еще 3 миллиарда кубометров газа, недостающих И пока под такое правое дело мусорные баки по всей России наполнялись чекушками из-под горячительных напитков Никто так и не узнал А начался ли отопительный сезон в каком-нибудь Челябинске? Или сколько градусов с утра в больницах Норильска? В России каждый осень запускается сериал Отопительный сезон в Украине Эти люди надзвучайно радуют, когда видят на телеэкране, что в Украине еще хорошее Что в Украине провал отопительного сезона, что люди замерзают Вот это и греет Это и греет с середины, появляются посмешки Впрочем, на фоне прошлого года стратегия кремлевской пропаганды все же изменилась Былого пафоса уже нет Прошлая зима была на редкость теплая Если нынешняя будет морозной, Украине понадобится еще 8 миллиардов кубометров топлива Денег на него нет, значит расплачиваться будет население больше некому Зрителя кормят дозированно, небольшими порциями, зато часто И от такой подачи, цитируя философа Матроскина, сплошные тебе плюсы Ведь после очередной порции удивительных историй из Украины Фанаты Киселева и Стрижак уже слабо помнят, что им там рассказывали хотя бы неделю-другую назад Наученный Вариким Октом прошлого года люди как могут утепляют дома и ждут новых тарифов на коммунальные услуги Впрочем, по данным Госстата, долг жителей страны украинским коммунальным предприятиям уже превысил полумиллиарда долларов Начиналось все с того, что газа на зиму в Украине не будет вообще Но может реверсного из Европы пару баллонов пришлют Газпром официально сообщил о прекращении поставок на Украину Впрочем, пока украинская сторона заверяет, что транзит газа в Европу продолжается в полном объеме Угля, конечно же, тоже не будет, потому что молодые республики бендеровцам ничего продавать не будут Зимой стране потребуется более миллиона тонн качественного твердого топлива в месяц И Киев тратит последние средства, закупая уголь в Австралии и в ЮАР Вот и придется укропчикам зимой топить салом, а как закончится сало, то мусор На Украине возник повышенный спрос на дрова и отходы дерева производства Ну а если денег и на них нет, можно собирать мусор При этом огромным спросом в России стали пользоваться любые архивные сюжеты о незаконной вырубке леса Изначально это объясняли санитарной чисткой, якобы на дрова забирают только сухостой и деревья, поврежденные насекомыми И не беда, если в оригинале сюжета нет ни слова об уничтожении деревьев ради того, чтобы согреться зимой Ну, может, на мебельную фабрику эту древесину продадут Селяны выкликали милицию, но пока те доехали, от лесорубной бригады и след загув Но правильный монтаж и вуаля, вон уже и молодые деревья умерзнущих хохлов на растопку пошли Сейчас под пилу идет все без разбора, в том числе и реликтовый лес Особенно тревожная ситуация складывается на западе Украины А пока истинные патриоты России и матушки насиловали гугл вопросом о приблизительном числе деревьев в Украине По телевизору вдруг поведали страшную зраду Оказывается, луганские предатели посрамили дедов и отправляют уголек к киевской хунте За сговор с украинскими властями криминалы и финансовые махинации в ЛНР задержали министра энергетики С начала года Лямин реализовал на Украине более трех миллионов тонн угольной продукции В сердце неприятно кольнуло А зрада тем временем лихо влупила и по второй щеке А все потому, что газа, которого еще пару месяцев назад, ну мамой клянемся, ну точно не будет Газпром официально сообщил о прекращении поставок на Украину Украина снова переходит на дрова Украина уже закачала на уровне прошлого года До конца месяца «Нафтогаз» успеет закачать в подземные хранилища объемы, необходимые для отопительного сезона и бесперебойного транзита в Европу От таких неприятностей и посидеть раньше времени в своем Воронеже можно Но на то он и российский телевизор, чтобы в любой ситуации перемогу находить Это одно из немногих интервью Николая Азарова за последние два года По оценке бывшего премьер-министра Украины, страна сейчас в наихудшем экономическом положении за всю постсоветскую историю Что же не ждали? А вот они мы, синоптики со стажем И Миллер, и Микола Янович, и мужик со смешным галстуком Это действительно будет сложно Придется делать веерное отключение, потому что газа физически не хватит Всем хороводам стали обещать украинцам аномально холодную зиму Хоть в Великий Устюг всей страной письма пиши Теперь в украинских поисковиках снова один из самых популярных запросов «Яка будет зима» К синоптикам обращается даже кабинет министров А чтобы еще на широкой русской душе слаще Было можно и любимую шарманку про коммунальные тарифы в Украине позаводить Рост тарифов на услуги ЖКХ уже бьет все рекорды Один только газ подорожал в целых семь раз Нет, спорить не с чем Тарифы действительно сильно выросли Но даже когда все козыри в руках не соврать у кремлевской пропаганды Уже как-то не получается Вот и на этой неделе они взялись сравнивать тарифы на коммунальные платежи в Донецке и Киеве В самопровозглашенных Донецких и Луганских республиках, как бы удивительно это ни звучало, цены на оплату необходимых каждому человеку ресурсов, таких как газ, отопление и водоснабжение, значительно ниже, чем в других регионах страны Да так красиво это делали, что по телу зрителей где-то в Новом Уренгое расходилась приятная истома О, вот это молодца, новороссы! Даже круче крепкого хозяйственника Януковича справляются Та же ситуация и с газоснабжением, в то время как Киев платит чуть больше 7 гривен за один кубометр В Донецке цена ниже почти в 6 раз и составляет менее 2 гривен Выпытывать секреты успеха московские корреспонденты взялись у Новоросса с сытым довольным лицом с позывным Пушила Первого человека в мире, который своим примером доказал, что лохотрон ДНР круче лохотрона ММН Ну а теперь послушаем, что же там рассказал этот экономист от бога о тарифах ЖКХ У нас есть финансовые расчеты, что цены могут оставаться в прежних пределах Мы все были вынуждены взять под государственный контроль Госконтроль это вам не шучки Но в том-то и особенность всех альтернативно одаренных фанатам русского мира Что, завираясь до ручки, они напрочь забывают о чем рассказывали еще совсем недавно Поставки газа на юго-восток Украины должен оплачивать Киев Ой, минуточку, это что ж получается? Злая хунта из своего кармана оплачивает газ? А значит и тепло для гордых новороссов? Небось у Красми опять врут? Да вроде нет Пятый канал имени Ники Стрижак вещает Это области в составе Украины Там потребляется газ Есть вопрос уже как бы даже не бизнес-логика, а житейская логика Я считаю, что здесь другого варианта быть не должно И глядя на все это возникает всего один вопрос Если за газ, используемый Донецком, платит Киев, то на что? По вот этим тарифам собирают денежки МММщик всея Новороссии Пушилины компания Хотя, судя по самому Пушилину, чей интерфейс скоро не поместится и в самую широкую плазму Вопрос риторический Ну и напоследок удивительный парадокс Это так мило мечтать об отключении газа к охлам, когда в твоей процветающей стране сотни сел и небольших городков к газу никогда и не подключали В Аргояжском районе жители села Кузнецкое после долгого молчания не на шутку возмутились Семь лет с них собирали деньги на газификацию, но к доброй половине домов не провели даже трубы В 21 веке хутор Тельмана живет как в 18-м Топят дровами, газа нет, водопровода тоже Вот и телемарафон, когда замерзнет Киев в 2015, как и в прошлом году, совпал со всероссийской акцией «Подари дрова» Акцию «Подари дрова» поддержали больше 10 регионов Смоленская, Тверская, Свердловская и другие области Деньги присылают со всей России Миллионы пенсионеров в духовной стране, где люди у телевизора мечтают об аномально холодной зиме в Украине Сами оказались один на один с холодом Пенсия маленькая, помочь некому Из родственников сын инвалид Бабушка едва сводит концы с концами Но дрова приходится копить месяцами И пока, следуя всем методичкам, в российских новостях дотошно высчитывают, какой процент от зарплаты украинцы отдают за коммунальные услуги В эфир каким-то чудом прорываются И вот такие сюжеты Купить дрова самостоятельно Александре Петровне не под силу Пенсия всего 6 тысяч рублей Машина дров стоит 5 Пенсия 6 тысяч рублей На дрова нужно 5 тысяч Если бы каждый ура-патриот в одной духовной стране Вместо того, чтобы ждать, когда же уже замерзнут хохлы Помог с дровами Одной из сотен тысяч вот таких бабушек Пользы для всех было бы куда больше Но, судя по озвученным цифрам, помощи На своей странице в интернете Николай разместил объявление о сборе средств Акции назвал «Подари дрова» И кто бы мог подумать, всего за месяц на счет поступило 60 тысяч рублей Телевизионный патриотизм в России в одну калитку уверенно побеждает реальный Смотрите без перерыва на рекламу Открывай, Меркель, Алмаз Антей пришел Алмаз Антей потребует от Евросоюза компенсацию затрат на эксперимент по сбитому Боингу Можно ли совместить «Вы все врете» и буржуйские еврики из Берлина? Конечно же, все это делается в рамках расследования авиакатастрофы малазийского Боинга 777 Прошлым летом на юго-востоке Украины И фронт вранья Всего за прошедшую неделю украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня Свежие фейки российских каналов с передовой В Донбассе сегодня ополченцы самопровозглашенной Луганской республики Завершили первый этап отвода вооружения калибра менее 100 мм Это антизомби. Территория без пропаганды Сова! Открывай! Медведь пришел Открывай, сова, медведь пришел В смысле, открывай, Меркель, Алмаз Антей пришел Им турист хорошо говорит А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает Да, понять его несложно Говорит, эксперимент по Боингу делали, теперь денег им давай Алмаз Антей потребовал от ЕС компенсацию за санкции и проведенный эксперимент Но разве мы просили русских проводить этот эксперимент, тактично переспросили европейцы На что у Алмаз Антей в рукаве был железный аргумент Гитлер, как будто Как говорится, на то мы разошлись, но въедливые блогеры тут же нашли для этой истории чудесное сравнение Алмаз Антей с их требованием к Евросоюзу компенсации за проведенный эксперимент с Боингом напоминает мойщиков фар и стекла на перекрестках Делают то, чего у них никто не просит, делают это плохо, а потом еще и требуют им заплатить Да и помимо денежек, просьба Алмаз Антей о снятии санкций кажется странной Сейчас Алмаз Антей находится под санкциями и рассчитывает использовать полученные в ходе испытаний материалы в европейском суде, чтобы отстоять интересы концерна В России-то давно доказали, что от санкций им только лучше Чем больше санкций, тем быстрее будут построены новые заводы Чем больше санкций, тем быстрее будут мычать русские коровы и хрюкать русские свиньи Но зачем же Алмаз Антей так просит их снять? Неужели бытовой русский мазохизм? В смысле, горит сарай, гори и хата Санкции считают в концерне неправомерными и говорят о том, что собрали достаточно доказательств для того, чтобы отстаивать свою точку зрения в международном суде О странностях русской души, городах-побратимах и обиженном Януковиче прямо сейчас в антизомби Алмаз Антей потребует от Евросоюза компенсацию затрат на эксперимент по сбитому Боингу После того, как Алмаз Антей выставил ненавистному Западу счет за свой супер-пупер надежный эксперимент, стала понятна идея во Им остается только надувать щеки Ведь если хотя бы за половину версии России по сбитому Боингу хоть кто-то заплатит, хоть что-то, можно неплохо подняться А чё? Ну-ка, Меркель, Алмаз Анкею отсыпь и залетчика Волошина тоже не жадничай Вы лично видели, что вылетел самолет с ракетами в воздухо? Да Испанскому диспетчеру можно и на карточку кинуть, а дедушка вот этот вообще пивом возьмет Самолет вот так влетел, ну я ж не знал, не ожидал А вот бобина, купленная у СБУ, влетит немцам в копеечку Думаете, зря тогда Лайф Ньюс прямо в эфире цену назвал? Бобина обошлась исследовательскому центру в 250 тысяч долларов Сергей Соколов говорит, отдать такие деньги они решились лишь когда полностью убедились, что источник заслуживает доверия А то, что времечко для вышибания денег у буржуинов подходящее, подтверждает самый космический канал России Удивительное совпадение, как только Запад увидел настоящие возможности российской армии, вернее только одного рода войск Так вдруг совершенно неожиданно и параллельно возникла тема отказа от антироссийских санкций Оказывается, Берлин, Лондон и Париж трепещут от мощи российской армии против боевиков У которых, кроме шилки для сбивания летающего топора, систем ПВО нет в принципе Это самодельная, то ли гаубица, то ли миномет, даже не знаю, как это назвать В общем, из этого боевики стреляли по правительственным войскам и по жилым кварталам А там, гляди, какой-нибудь Алеппо, уничтоженный под ноль, можно будет побратимам Костромы сделать Вон, Дебальцево, 23 года в России, как-то никто не замечал А теперь, вуаля, город-побратим Санкт-Петербурга Дебальцево и Санкт-Петербург станут городами-побратимами Хотя после нескольких недель ковровых бомбежек российской артиллерии У Питера и у Дебальцево действительно есть кое-что общее Ну, например, разводные мосты Разрушенных домов в городе много, я смотрю, да? Это ужас один Вот по Ленина пройти, там пятиэтажки С первого по пятый все выгорело, все-все полетело Так что, если хочешь быть побратимом, попробуй сначала доживи Я еще не делюсь, если сейчас Питер начнет, там, какой-нибудь им, там, передаст памятник, там, русскому миру Там, где-нибудь русские украинцы, там, обнимаются, но и в Сирии, там, поставят где-нибудь на разрушенной площади Это цинизм, на который для русских это нормально Дожил до пенсии, но очень страдает некий Виктор из Ростова Я жив! Беда, беда, беда Пока Алмаз Антей писал свое письмо на деревню европейскому дедушке Янукович за спиной внимательно всматривался в каждую букву Условно говоря, когда у меня было времени, у меня особенно времени не было А все потому, что решил пенсионер Виктор на Украину в Европейский суд иск подавать Просит Страсбург признать, что Киев нарушил, цитата, его, Януковича Право на справедливое судебное разбирательство Но вот беда, языков не знает Вот вы послушайте меня Увик... 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 увикнуть Достать, я уже дурю мучаюсь Хотел уже на фене нормально маляву так накатать, но филолог Азиров отговорил Я на себя беру вид повидальность, еще раз попередживаю, еще раз попередживаю А претензии у Януковича накопилось на 10 сломанных ручек Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потрогаешь Права попередников ущемляют, миллиарды честно заработанные на автобазе в Яна Киева Морозят, да и вообще в укропе этой, внимание, официально разрешили насиловать несовершеннолетних Горячая линия ДНР А вот зачем вечно легитимный Виктор решил засудить Украину в продажном европейском суде А не, например, в городском суде Ростова, официально признанным самым объективным в мире По версии городского суда Ростова В эти минуты в Ростовской области идут слушания по делу украинской летчицы Надежды Савченко Хотя, может быть, Виктор Федорович, как алмаз-антей, просто хочет денежек побольше срубить Чтоб ты жил на одну зарплату Киеву-то, если чё, Обама вышлет, а он нищим пускай не прикидывается Денег у них сейчас валом, причем сплошь духовной русской земелькой пахнут Целый год все федеральные каналы вещали, как со дня на день рухнет экономика США США – это страна, конченый банкрот Народ уже и оливье нарезан, и пиво в холодильнике мерзнет Но тут вдруг оказалось, огромный кусок российского бюджета опять вложили в американские ценные бумаги Банк России в августе продолжил активные закупки гособлигаций США За месяц объем вложений Центробанка в американский долг вырос на 7,8 миллиардов долларов И пока по телевизору разве что онлайн-счетчик госдолга США не ввели Правительство Медведева тихонечко вкладывает все, что нажито непосильным трудом в самую развитую экономику в мире От таких зрад засомневался в родном телеке даже самый верный идеям Новороссии и Гербалайфа националист Егор Капросвернин Не могу не отметить, куда-то исчезла борьба с гомосексуализмом, куда-то исчезли беженцы Под землю провалились украинские фашисты С нетерпением ждем, где найдут следующего врага нашей великой духовной цивилизации И только приоритеты спутника год от года остаются неизменными Ольгинские тролли моментально включили пластинку, продался госдепу Просвирнин продался все-таки Но тенденция ничего так Сначала Стрелков, потом Просвирнин Того глядит через пару годков и Лавров где-нибудь в Гааге Все расскажет, мол, в душе очень хотел все изменить, но обстоятельства не позволяли И, наконец, фронт вранья Всего за прошедшую неделю украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня Свежие фейки российских каналов с передовой В Донбассе сегодня ополченцы самопровозглашенной Луганской республики завершили первый этап отвода вооружений калибра менее 100 мм Это антизомби, территория без пропаганды О том, как менялась ситуация в Сирии за последние недели с начала наступления сирийской армии на позиции террористов Год 2020 Сразу на всех каналах России высокоточным ударом с воздуха был уничтожен очередной подземный бункер ИГИЛ Наши штурмовики и бомбардировщики наносят удары по базам террористов круглосуточно До 2019 года все уничтоженные подземные бункеры на карте отмечали красным фломастером Теперь, когда места для отметок на картах не осталось, было принято решение карты нумеровать По состоянию на сейчас их ровно 483 Министерство обороны России сегодня представило карту размещения противоборствующих группировок в Сирии Она была составлена на основе различных источников, включая данные разведки Российские летчики уже привыкли к летающим презервативам в сирийском небе Многие даже утверждают, без них летать было бы одиноко Боевики ИГИЛ пытаются сбивать российские истребители бомбами из презервативов Тем временем на земле уже негде хоронить убитых главарей ИГИЛ На федеральных каналах России, начиная с 2015 года, их уничтожают каждый день и пачками С каждым днем удается освободить от боевиков все больше территории Несколько часов назад стало известно о том, что уничтожен один из лидеров Аль-Каиды Тем временем в славной Новороссии продолжается отвод тяжелого вооружения Чтобы никому не было обидно, танки в порядке живой очереди отводят в каждую деревню Танки, которые еще несколько месяцев назад принимали участие в тяжелых боях Под печально известным поселком Широкино, сегодня покидают свои позиции При каждом отводе из Донецка приезжает специально закрепленный за этой темой корреспондент Последние пять лет этот несчастный человек снимает только регулярные отводы вооружения А вот так, собственно, выглядит та самая процедура верификации Сотрудники ОБСЕ осматривают каждый танк, сверяют серийные номера Ведь если регулярно смотреть кремлевскую пропаганду, то можно сделать простой вывод В их телевизорах годами меняется только обертка, а содержание всегда остается прежним В США и Европе не ожидали, с какой скоростью и точностью российские летчики начнут уничтожать то, что западная коалиция не может уничтожить уже целый год О сайте Захарченко, летающих в презервативах и ненастоящих сирийцах Прямо сейчас в Антизомби Тропой у грома Эта неделя стала началом наземной операции сирийской регулярной армии против террористов при российской поддержке с воздуха Слава российским мужикам в шлемах! Бомбам КААП-500! Слава! В эфире новости на Первом канале Только что в Сирии высокоточной управляемой авиабомбой, не задевшей при разрыве ни одного мирного жителя, было уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ Под напором сирийской армии террористы сдают позиции, ежедневные потери живой силы исчисляются сотнями Террористы, зажатые в котлах, переодеваются в женские одежды, сбривают бороды и убегают домой варить лукум Большие потери, нанесенные террористам, спровоцировали их массовое бегство в сторону турецкой границы Переодеваются в никабы традиционную мусульманскую женскую одежду Ну и британские журналисты в окрестностях Алеппо и Хамы нашли буквально горы бритвенных станков и сбритых бород А дети по всей Сирии накачали ноги, радостно подпрыгивая, чтобы приветствовать бомбящий их российский самолет Даже те малыши, что только-только научились ходить, знают, что русский самолет в небе – это очень хорошо Это значит, что совсем скоро они смогут вернуться домой Это всего лишь краткое описание того, что последние недели показывают на любом федеральном канале России Причем методички отрабатываются настолько четко, что новости разных каналов, между эфирами которых минимум пара недель, можно смело добавлять в рубрику «Найдите 10 отличий» Российская армейская авиация в Сирии только за прошедшую неделю уничтожила 363 объекта, принадлежащих различным террористическим группировкам Более 3000 боевиков, запрещенного в России исламского государства, убежали из Сирии Многие сдаются правительственным войскам Таковы результаты ударов, нанесенных российской авиацией в оппозициях террористов Впрочем, чисто визуальное отличие все же есть Если раньше самолеты били в нежилых кварталах, потому что русские мирных жителей не убивают Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось Тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители То теперь о таких пустяках никто особо не думает А чтобы зрителя не смущали взрывающиеся домики в кадре По телевизору доступно объяснили, что мирных сирийцев на неподконтрольных Асаду территориях вообще не осталось Сирийские военные источники подтвердили журналистам, что в этих районах не было мирных жителей, только радикальные группировки Оставы домов и ни одного мирного жителя Вот уже третий год здесь скрываются террористы Аль-Каиды А раз не осталось, можно и по городам из-за реактивных систем залпового огня пулять Но это же вопрос десятый, главное, что стабильность в новостях такая, что Сталин бы усмехался в усы и до утра в ладоши хлопал Правда встречаются во всем этом потоке густого киселя и до слез обидные нестыковки Вот и в любимом вечернем шоу россиян с неофициальным названием «Позовем одного врага и замочим всей толпой» вдруг что-то пошло не так Вопрос к представителю Сирии, который тоже за этим столом находится, у меня вопрос такой Пока Маша Цепко и мама распятого мальчика еще усиленно учат арабский язык, в студию опрометчиво решили позвать настоящего сирийца А вот что вы скажете по поводу борьбы с исламским государством, с людьми, которые отрезают головы другим людям Да С ними надо бороться или нет? По всем законам российского телевизионного жанра Сириец должен был в слезах отблагодарить российских братушек за помощь А фамилиями создателей бомб КААП-500 назвать главные улицы и площади Дамаска Но, как говорится, это был явно не день Бэкхэма Вот это ИГИЛ, это действительно террористы Но почему они появились на сирийской земле и откуда они появились? Это они появились из-за двух причин Сириец сразу же дает понять, разница между ИГИЛ и Асадом только в названии Первая жестокость режима против своего собственного народа, который убит, по нашим расчетам, не менее полмиллиона человек ИГИЛ убил, может, несколько тысяч всего, вот где террор? И это еще не говоря о террористах Хезболы, на счету которых сотни терактов по всему миру Но российские каналы давно дали понять, свои террористы это не террористы По этой логике тогда вы должны быть против российской операции в Сирии Правильно я вас понимаю? Это самая легкая ситуация сейчас И она никакого эффекта не даст, как и американская, потому что бомбежки не рычат вопрос Опешившие ведущие, уже представив неминуемую кару, моментально включают режим, вы все врете Они ничего не делают Они наступают А номинацию «Веселые и находчивые дня» двумя руками схватил напарник Толстого, резко забывший, кто это вообще пришел в студию его шоу Сетя, Сетя, я не понимаю, кто это, не скажите, пожалуйста, кто этот человек Ребят, вы говорите так, как будто знаете, кто это Сейчас самая удобная ситуация Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, вы кто? Сириец, живой сириец Живой сириец Ну а дальше все пошло как по маслу Что там этот сириец может знать о Сирии? Из Москвы оно и виднее, и понятнее Тем более, вон, весь мир уже на коленях от силы русской авиации Российские воздушно-космические силы переломили ситуацию на театре военных действий Это начали признавать и на Западе И все это особо завадно смотреть на фоне вот таких вот сюжетов Боевики исламского государства запустили летающие бомбы презервативы у города Идлиб В отличие от донецких шахтеров и трактористов, которые из пластиковой бутылки, фольги и конопли На второй день смастерили ПВО и принялись сбивать укропскую авиацию Тайно поддерживаемые Западом и Саудовской Аравией террористы используют вот такие суперсовременные способы для борьбы с русскими самолетами Террористы называют свои изобретения резиновыми Джонни К каждому такому Джонни с двух сторон прикрепляется взрывчатка Въедливые блогеры в ответ на шутейки россиян тут же заметили, что весьма вероятно это вовсе не оружие А привет летчикам от террористов Ведь встретив в небе летающий презерватив с бомбой, аналогии обязательно сами собой возникнут Ну а если оставить замечание блогеров в стороне, нельзя не отметить Сила русского оружия, о которой сейчас истерично рассказывают в каждом выпуске новостей, возрастает в разы Когда против тебя армия с вот таким вот ПВО А это самодельная, то ли гаубица, то ли миномет, даже не знаю как это назвать А пока Обама трепеща от страха собирается одним махом снять с Россиюшки сразу все санкции Судя по последним новостям, число бойцов для похода на Вашингтон в скором времени возрастет в разы Член комитета Госдумы предлагает сделать службу в армии альтернативой уголовному наказанию Вот это уровень, а вы говорите загнивает, загнивает И как тут не перефразировать классика Ты вор, джентильмен удачи Украл, выпил, в тюрьму Только исходя из последних новостей, получается где-то вот так Украл, выпил, в армию Украл, выпил, в армию По мнению автора проекта, это нововведение позволит более гуманно подходить к вопросу перевоспитания граждан Не менее стабильно все и у гордых боевых новороссов Часть местной элитки уже собрала чемоданы в ожидании открытия автобусного тура «Донецк-Дамаск» Остальные в 155 раз за последний год куда-то там отводят свои танки Донецкие ополченцы сегодня начали отвод вооружений с южных окраин республики В первую очередь в свои позиции покидают танки Даже не особо копаясь в архиве, легко отыскать десяток другой точно таких же сюжетов В Донецкой и Луганской народной республиках отвод вооружений калибром меньше 100 мм идет уже несколько дней Тяжелое вооружение армия ДНР от передовой отвела, поэтому заставить замолчать украинскую артиллерию нечем Технику уже отводили и в мае, и в июле, и в сентябре А может они ее по кругу отводят, а? В ДНР начинается отвод тяжелой техники с горловского направления, танки, артиллерию и минометы Передвинут от линии соприкосновения на расстоянии не менее чем 15 км А вот ответ на этот и другие вопросы вы сможете отыскать на новеньком личном сайте Захарченки Александр Захарченко, официальный сайт Специально для Псаки и Керри новости дублируются и на недуховном английском языке Осталось дождаться появления команданта в инстаграм и твиттере Пора, пора уже предателя Гиркина до болтливого Коротченко на место ставить А вот что должно обязательно попасть на сайт Захарченко, так это вот этот кусочек о зверствах киевских карателей от канала РЕН-ТВ Бывшие революционеры Майдана, так и не снявшие балаклавы, объединились в многочисленные парамилитарные батальоны Они присвоили себе право осуждать или оправдывать, карать или миловать, хватать или отпускать Здесь явно перестарались в попытке показать кровавое лицо злобные хунты И все это очень напомнило знаменитый мультфильм, где в течение 30 секунд на кота Тома падал утюг, его проглатывала акула, расстреливал танк, но он как ни в чем не бывало продолжал погоню Ах, жаль, РЕН-ТВ рядом с микрофоном не было